приветствую зрителей моего канала youtube спасибо что смотрите спасибо что ставите лайки спасибо что помогаете донатами спасибо что делитесь с другими нас должно быть больше мы должны говорить правду и смотрите глаза чего многие почему-то не делают и это всегда выходит боком ну что в принципе пора открывать рубрику перечитаем пересмотрим уждобаева к сожалению я много писал говорил об этом на своем канале в youtube о том что запад на низком старте готовится сдать украину ну каким образом сдать не сдать смысле передать путину сразу как подарок на этого они пойти не могут сдать в смысле начать выстраивать отношения с путином не выставляя условий или выставляя их формально и бессрочно и сотрудничать с россией с агрессивной страной террористической не замечая что она делает в украине но даже в других странах на первую очередь в украине которую территорию она анонсирует уже оккупирует уже пятый год уже шестой год смотрите какая ситуация произошла в принципе запад он давно хотел как-то наладить мосты установить какой-то статус кво с россии чтобы продолжать дальше торговать чтобы не злить русского медведя чтобы умиротворять фюрера в принципе поведение идентичное 1938 году мюнхенскому сговору все один в один тогда был гитлер сейчас путин только гитлера не было атомного оружия ядерного путина есть поведение мировых лидеров абсолютно идентичное бесхребетная алчная бестолковая недальновидная такое впечатление что эти люди и думают что руководимые ими стран существует только в период их каденции в которой как они надеются ничего плохого не случится это не так так думали лидеры довоенной европы когда заигрывали с гитлером не так это будет и в этот раз но поговорим о том что происходит непосредственно сейчас фраза вынесенных заголовок еще не отражает действительность но катастрофа внешнеполитическая нашей стране угрожает и и параметры и и признаки я хочу сейчас описать ну во первых давно уже как-то понимаете с заморозки отношений с россией с санкций которые на нее наложены за войну против украины многим на западе очень хочется сорвать пломбу ну а дальше уже регулировать это ручечку ослабляя санкции дальше вот на данный момент санкции больше не вводит европа вы это наверно тоже заметили америка обещанные санкции осенью еще должна была вести ноябре не ввела и дальше не вводит не против олигархов не против кого администрация трампа остановилась и точно также остановились европейские страны которые санкции продолжили в последний раз неизвестно как они будут продолжать в следующий но по крайней мере они не хотят вводить никаких санкций против россии дополнительных за беспрецедентный агрессивный политический акт это выдачу паспортов граждан россии жителям оккупированной части украины значит это только то с чего я начал запад на низком старте высунув язык став на колени ждет когда к нему подойдет путин и там сделает вид что он миролюбивый этого достаточно уже вот ничего делать особенно не нужно и сделает имитацию какого мирного процесса или попытки договориться с украины и запад ждет что из украины ему подыграют и тогда запад хлопает в ладоши говорит ну хорошо давайте потихонечку договариваться и жить в мире дальше не нужно ссориться оставим как есть забудем как про страны балтии на бесконечное количество лет не будем признавать но и не будем обращать внимание как это было с ссср пломба в данный момент вот на этом ослабители санкций выглядит так это совет европы россия входит совет европы но россия не входит вернее она входит в парламентской ассамблеи совета европы но она не имеет права голоса как раз из-за агрессии против украины уже и самого начала кредит санкции были введены не помню 15 что год или 14 российская дипломатия рейха борется за то чтобы эти санкции убрать они перестали взносы платить европейских чиновников это сильно заводит тоже зарплаты там огромные ну и плюс русские платят взятки покупают политиков как они это делают мы знаем и постоянно вот украинская делегация фпс и посол украины фпс дмитро кулэба и министра страны видел климкин ну и понятно что порошенко президент боролись с этим намерением без условий без выполнения россии каких-либо без каких-либо шагов навстречу дать возможность россии вернуться в пасэ в зал заседания и голосовать там понятно что пасэ это такой коллегиально совещательный орган но это орган который в общем-то отвечает морально за послевоенное устройство мира за нерушимость границ уже с министры на стран членов совета европы одобрили один там пункт регламенти который как бы разрешит ставить вопрос о возвращении россии в пасэ это не возвращение прямую но такая сорванная пломбочка начали до конца сорвана но они попытаются ее дорвать вот будет заседание глав глав мид в хельсинки по 8 по моему 17 мая вот совсем скоро и говорят я подтверждение не видел но скорее всего так и есть что министр странных дел украины павел климкин бойкотирует эту встречу а между тем министр иностранных дел на русского рейха современный реббентроп лавров туда едет и я убежден что встреча будет очень теплой будут на ритуальные слова всякие но в итоге договорятся что нужно нужно потепление какая-нибудь перезагрузка в отношении с россией вот что-то такое обязательно будет потому что к этому вся логика идет поведение франции и германии ключевых игроков европейской сцены вот и остальные на хвосте плетутся на радостно повеливая хвостиками потому что украина как кость в горле украина это принципа на которых стоит европа послевоенная и конечно мечта этих циничных ляцких политиков алчных это про принципы забыть отодвинуть их и жить дальше добро наджевать и гитлера подкармливать что дальше дальше по моему 3 июня будет заседание регламентной комиссии на пассе в стразбурге где видимо будет поставлен вопрос о возвращении российских парламентариев вот этих которые голосовали за аннексию крыма это парламент за который войну украины объявлял фактически разрешал и прикиндал вести войска на их имплементацию обратно в цивилизованный мир посадить свинью за стол называется обратно конечно украина будет с этим бороться бороться отчаянно как только можно но вероятность этого к сожалению именно сейчас очень велика раньше эти атаки успешно отбивала украина почему сейчас труднее стало поговорим россия ждала того что порошенко перестанет быть президентом россия делала для этого все не будем говорить про внутриполитические какие-то вещи ошибки порошенко их множество он натворил дел достаточно сам для себя и для страны таких за которые можно может избирать иметь к нему претензий но порошенко делал главную функцию президент исполнял он держал внешнюю политику он держал внешние внешний фронт теперь что происходит то и клинкин конечно это порошенко очень жесткий если кто-то думает что он такой кондитер какой-то сладкий нет он очень жесткий он может на понятном хорошем английском ну хороший насколько я не знаю но на понятном им языке понятными словами глядя в глаза европейским лидерам говорить о принципах и принципах и сдерживать их желание лечь в постели путин они туда же прыгают просто со всех сторон мечтают об этом климкин с виду такой добрый человек на самом деле очень жесткий дипломат и западные дипломаты знают что с климкин разговаривать непросто он говорит о принципах ставит вопросы ребром и не дает им спрыгнуть с этого корабля цивилизации а прыгнуть они очень хотят поплыть в объятия путина сейчас в украине приходит власти новый президент новая команда будет скоро новая верховная рада но в принципе для внешней политики нового президента им достаточно конечно все мы надеемся что владимир зеленский будет вести последнюю жесткую антироссийскую политику на международной арене и также будет напоминать и жестко требуется в линии принципов вот например последнее последний ультиматум который климкин озвучил что если россию если вот россии дадут дорогу в пассе то украина выходит за минские соглашения совсем потому что россия же него не выполняет их и тем не менее с нее снимают санкции и это вполне логичный ультиматум жесткий он конечно сопровождается словами на именно принципах нерушимости границ солидарности и демократической и так далее сможет ли новый президент и сможет ли его новый министр иностранных дел не президентом и не знаем в деле но носа мы не могли узнать он этим вообще не занимался никогда не знаем кто будет не знаю кто будет у него месяца странных дел и это должны быть должен быть это просто в данной ситуации такой дипломатический боксер человек с очень тяжелого дипломатического веса и сам президент должен быть очень жестким почему Потому что сейчас вот как бы это все были пляски такие по рингу с уходом, с уворачиванием, реакцией и так далее. А здесь уже будет ближний бой, потому что Россия чувствует, что ее шанс настал. Неопытный президент, артист, непонятно кто будет министром иностранных дел. Украина увлечена внутренней политикой, которая с точки зрения айсберга, то есть Россия выглядит как какие-то процессы на Титаники, которые они, конечно, разглядывают, но им это не особо важно, им важно, чтобы Титаник плыл к ним навстречу. И пока, судя по тому, насколько быстро, насколько четко и понятно формируется внешнеполитическая команда президента, их все устраивает. Они не видят для себя никакой жесткой угрозы. Если она появится, мы с вами вместе все порадуемся и скажем, ну классно, есть яйца у президента Зеленского, есть тот, извините, политический пенис, который он может им в нужное место положить и стукнуть по столу. И сказать, что нет, ребята, так нельзя. Украину сдавать нельзя, прощать Россию нельзя. Санкции нужно продолжать и усиливать, чего требует Украина. И чего Европа сейчас не делает, она на паузе. Казалось бы, чего они ждут? Что изменилось? Что Путин изменился в России? Что там поменялось? Нет. Они на паузе стоят именно из-за Украины. То есть становится понятно, что все, чего они не могли сделать при Порошенко, потому что он их держал за все места, сколько мог, а он мог на самом деле. Вот. Они сейчас думают, что новый президент их Украины за это не ухватит. И они посвозят с этим моментом, внутренних проблем, каких-то передряг в Украине, для того, чтобы повернуться лицом к Путину и оставить Украину где-то сбоку. Не мешай, мы тут решаем вопросы мира и сотрудничества с Россией и так далее. Невероятно сложная ситуация для Зеленского. Я бы не хотел на его месте оказаться. Если бы я оказался на его месте, я бы, конечно, просил остаться Климкин, министром иностранных дел, чтобы те же глаза смотрели в те же глаза и говорили те же слова, что они слышали пять лет от нашей дипломатии. Нового министра иностранных дел они тоже будут прощупывать. И это пауза, это пауза, вот же все, я говорю, это июнь, вот сейчас, конец мая, начало июня. Этого достаточно, чтобы сорвать пломбу с антироссийских санкций. А дальше все понесется по нарастающей. Они будут все больше претензий в Украине, липовых выдумывать. И все больше закрывать глаза на то, как ведет себя Российская Федерация. Это колоссальная угроза еще и потому, что если внешний фронт падет, если в нем будут дырки в борту нашего корабля, то он действительно может превратиться в Титаник. И внутри начнут происходить тоже панические процессы. Это скажется и на экономике, и на всем остальном. И нам всем будет тяжело, не только Зеленскому, а каждому, кто за него и кто не за него голосовал. Потому что все мы в одной лодке, в одном-в одном этом корабле Украина, который нам нужно сохранить и нужно, чтобы он был ледоколом, а не тонущей, набитой праздными людьми, в основном незамечающими войну, к сожалению, каким-то плавсредством. Нам надо собраться. Как это сделать, я честно не знаю. Я не знаю ни намерений новой власти, ни наличия у них железной воли. Просто не знаю все, как и вы все. Будем смотреть, но надо требовать будет от всех чиновников вгрызаться зубами в европейские принципы и не отпускать Европу с миром под благие пожелания и так далее, и так далее. Хороших симптомов я пока просто не вижу, их нет. А симптомы сомнительные есть. Например, желание Додона встретиться с Зеленским. Вроде как они решили договориться, они говорили уже потенциальные встречи. Додон не признает российскую агрессию. Додон не осуждает аннексию оккупацию. Додон считает Крым Россией. И это он говорил публично. Поэтому Порошенко, у которого таких вещей не терпел, он с ним не встречался и отказывался. Здесь почему-то сразу Додон подполз. Он очень пророссийский и очень связан с Москвой. И тут зачем-то с ним встречаться без условий. А Порошенко ставил условие непризнания Крыма, осуждения российской агрессии, чего Додон так и не сделал. И таких Додонов будет много. И в итоге Украина перестанет быть между Россией и Европой и буфером, и очагом сопротивления российской агрессии. А они будут общаться напрямую и нас будут подвигать тому, чтобы напрямую общались с сепаратистами, так называемыми, на самом деле, коллаборантами им назначенными и спонсированными Путиным. И с Путиным нас оставят постепенно один на один. Сами будут посасывать газ и нефть. Вот Меркель уже пишет, что Еврокомиссия со своими там какими-то законами не сможет помешать строительству Северного потока-2. Все уже нормально. Они пляшут от радости. И они очень рады тому, что Порошенко уходит, потому что они думают, что это сильно облегчает их жизнь. Для Украины же это огромная угроза. Я считаю, если тот сценарий, который я сейчас обрисовал, произойдет, это будет настоящей внешнеполитической катастрофой, которая повлечет неизбежно с собой серию внутренних катастроф, результат которых непредсказуем, но непрекрасен. Спасибо за ваши лайки, за ваши репосты, за ваши подписки. Подписывайтесь, пожалуйста. Рекомендуйте друзьям. Спасибо всем, кто поддерживает мой канал материально. Там есть реквизиты. Спасибо вам за ваши переводы. Мне каждый из них очень дорог. И, как ваше внимание, очень дороги тоже. Всего вам доброго.